здравствуйте вы на канале жизни с перцем меня зовут виктория мне 62 год и я из города харькова последние месяцы я живу в нидерландах я нахожусь здесь под временной защитой а сегодняшняя наша история сегодняшнее видео эта история о том как я пробовала работать и я надеюсь что она будет для кого-то и интересной и возможно полезной прежде всего большое спасибо европейским странам нидерландам за то что они дают возможность беженцам работать потому что чтобы мы не говорили с вами на работу это краеугольный камень но мы смотрим на эти все вещи открытыми глазами и понимаем что чеку в возрасте карьеру ему уже не сделать язык не выучите на офисную работу многим из нас рассчитывать не приходится и перспективы которые открываются они лежат прежде всего вот в сфере услуг и в том числе услуг по уборке я тоже стала смотреть в эту сторону и в одной из социальных группы наткнулась на объявление которое меня очень привлекло сейчас объясню чем объявление гласила что паре нужна помощница по хозяйству причем приглашают на работу обязательно украинку обязательно одинокую женщину почему потому что предоставляется возможность проживания а домик для проживания небольшой и рассчитан на одного человека то есть вот обязательно чтобы был человек без семьи и я имела наглость отозваться сказать здравствуйте я ваш идеальный кандидат и мы беседовали с человеком который занимался вот подбором персонала очень быстро как-то мы с ним нашли общий язык и буквально на следующий день я уже была на собеседовании у хозяев и закончилось это собеседование тем что через неделю я со своими пожитками уже перебралась на свое новое место я представляла что если я уже еду в поместье где есть отдельный домик для обслуживающего персонала то наверное это какое-то большое место но когда я туда приехала я не представляла насколько она роскошно это настоящее имение площадью в несколько гектаров это я бы сказала жемчужинка такая ландшафтная дизайнерская потому что на территории меня есть лес есть пруды с утками есть бассейны есть фонтаны она украшена скульптурами есть лабиринт подъездная аллея очень красивый сад в общем место само по себе она волшебная и не менее интересным смотрится и дом спрятаны значит вот в глубине этого всего роскошества это традиционный дом голландской архитектуры такой под соломенные крыши и внешне он смотрится таким неброским достаточно скромным но внутри там проведены конечно реновационные работы и дом этот выглядит роскошно роскошно он полон дорогих красивых вещей он роскошно отделан он очень привлекательный это такой я бы сказала мини дворец из сказки что касается хозяев это люди бизнеса сам понятно что их время дорогое золотое но какое-то время они смогли сами заниматься содержать этот дом нужно сказать что приглашали человека на работу именно для работы внутри дома только внутри дома потому что участок он огромный им занимаются конечно другие люди у зрителей может возникнуть как бы вопросы чё же ты все рассказываешь ты покажи как это все выглядит но я сразу же хочу сказать что у нас договоренность была с хозяевами что мы будем уважать их частную жизнь поэтому я если дело какие-то фотографии то только для себя на память выставляет на всеобщее обозрение я личную жизнь как по своих хозяев права не имею не хочу это делать но я попытаюсь проиллюстрировать свой рассказ вот какими-то похожими фотографиями похожими интерьерами которые я встретила интернет значит сразу же мы договорились что работа моя внутри дома что кроме уборки это еще будет стирка глажка и наблюдение за тем чтобы вещи выглядели достойно если вдруг я что-то значит приготовлю это не было моими обязанностями но мне будут за это благодарны и признательно работать 8 часов с 9 до 5 выходные суббота воскресенье и за это значит мне предлагается зарплата кроме зарплата проживание на территории в отдельном домике питание с хозяйского стола это было обязательное условие потому что тот домик в котором жила я в нем не было печки не было возможности готовить хотя домик сам по себе очаровательный там есть душ там есть ночи туалет и кроватика у которой матрас волшебный у него поднимаются там ручки и ножки и там телевизор и вай фай и холодильничек ну то есть полностью дома шкаф полностью домик оборудован для жилья но вот возможности готовить там не было и меня устроили эти условия я на них согласилась с удовольствием со своими пожитками перебралась на свое новое место работы нужно сразу сказать что у хозяев я была первая прислуга у меня раиса ругается ужасно она говорит что это неправильное слово здесь эта работа называется housekeeper то есть человек который держит дом ну домоправительница такая скажем так фрекинга что одно из моих главных ошибок было то что я в самом начале не оценила реальный объем работы я когда приехала первый раз я конечно была под впечатлением от увиденного мне очень все понравилось все было настолько красиво и привлекательно что нужно было наоборот не восторгаться мне вот тем что я вижу а представить вообще каково это в обслуживании а дом этот славен тем что в нем нет ни одной простой ровной офисной поверхности если это мебель то это мебель резная украшенная филенчатая если это зеркала то их очень много они высокие они на потолке они разного на разных уровнях они там есть искусственно состаренные зеркала если это деревянные лестницы то они очень вычурные у них балясины значит тоже непростые вычурные то есть вот так чтобы провести просто значит тряпкой смахнуть пыль и этого не получится вместо одного движения нужно делать четыре пять потому что естественно вот сложные формы они сложные и в уходе и в обслуживании вот на это нужно было обращать внимание мне с самого начала и реально оценивать насколько я могу насколько у меня хватит сил вообще за всем этим ухаживать потому что когда я показала фотографии своей знакомой у которой есть такой опыт работы она работала много лет помогала уборки зданий она сразу же сказала о его тут много натирки вот тут значит много притирки вот тут вот здесь значит сложно сюда добраться суда еще что-то я на это все не смотрела я смотрела на то что все очень красиво и мне это все очень нравится и это конечно было было неправильно и это было первое и очень главная ошибка дизайнеры этот дом делали оформляли они сделали все красиво но их меньше всего волновало как это все будет обслуживать все очень красиво но как это будет убираться это никого не волнует вот не было того что называлось наверное технологичностью до в обслуживании не было каких-то моментов когда ты бы подумал боже как это сделано здорово как это сделано удобно как это комфортно для того чтобы убрать как сюда легко добраться как вот ты включила но там словно говоря сама все очистилась нет вот этих моментов не было и это тоже то о чем нужно было говорить и на что нужно было смотреть самого начала то есть есть уборка и как бы плюс да что помогает тебе а есть минус то есть это каждый день с пылесосом с ведрами с тряпками со щетками по всем этажам в ручном режим режиме нужно было пройтись и это тоже как бы не добавляла добавляла легкости в работе следующий момент положительный усадьба находится в сельской местности это бордера сельские района и движение там нет автомобильного интенсивного воздух чистый поэтому пыли честно вот хочу сказать немного я не могла сказать что прям она собирается как знаете как на рояле ее видно нет но большой минус это паучки которые значит живут своей жизнью и для них как раз вот здесь в лесу на свежем воздухе раздолье и они в течение дня тебе такое могут построить и сочинить что мало не покажется нужно сказать что хозяева мои люди замечательные и они очень беспокоились и переживали о том чтобы я себя комфортно чувствовала повторяю что домик мой вот он был с нуля его первый раз увидела он был пустой с нуля он был оборудован именно под человека все было сделано для того чтобы человеку там жилось и комфортно и не поскупились они на не взяли если не самую дешевую кроватку не самый там дешевый телевизор а вот люди очень отзывчивые очень приличные очень пристойные я не чувствовала себя там какой-то униженный оскорбленный никто меня не гнобил и никто мне не давал почувствовать что я значит тут там человек второго сорта не доведю господи и вообще прислуга но это связано конечно с менталитетами менталитетом и с тем что люди здесь ну просто по-другому выросли в уважении к чужому труду но но и не у них не было вот у моих хозяев то что называется знаете вот дешевые понты когда люди только недавно разбогатели и они не знают уже как бы каким образом продемонстрировать свое благосостояние благополучие вот например такой я же себе не очень много могу позволить по деньгам да и в сетевом магазине всегда себе покупала там самый дешевый недорогой шампунь и средства по уходу там за волосами так далее и у хозяева моих на полке на полке в их супер-пупер там в ванной душевой комнате то же самое тот же самый скромненький сирененький флакончик то есть нет никаких вот этих понтов и в холодильнике самые обычные продукты из обычных супермаркетов и люди ну в общем вели себя очень очень достойно и здесь у меня никаких как бы к ним претензий нет и я надеюсь что и у них тоже ко мне претензий нет следующий момент и наверное его нужно обозначить как главный это момент и недопонимание момент разницы менталитетов в объявлении было сказано что на работу приглашается женщина с хотя бы с минимальным знанием английского языка ну вот мой уровень английского языка его как раз и кроме как словом минимальный по-другому и не напишешь потому что не опишешь если читаю я еще там кое-как с рехом пополам со словарем то нас воспринимаю язык плохо а говорю еще хуже но это даже не это самое страшное а самое страшное что мне вот тяжело было признаться что я не понимаю переступить и иногда я предпочитала просто кивнуть и сказать окей и это конечно за собой это главная проблема но моя проблема да я не говорю это за собой влекло конечно недопонимание начиная с того что я не поняла какая у меня будет зарплата я услышала одну хозяева имели в виду другое на деле получилось третье и заканчивая тем что значит вот какие-то задачи передо мной ставились я не всегда понимала как их нужно решать поэтому спрашивать не бояться не стесняться говорить если что-то непонятно писать на бумажке и показывать и маркерами цветными отмечать если я опять буду работать в этой сфере то я начну с того что просто попрошу чтобы мне предоставили список задач которые я должна решать и буду вот по этому списку делать одно другое третье пятое десятое потому что как бы вот та ситуация в которой я оказалась мне сказали ты босс в этом доме как хаос кипер босс по по клинингу ты вот сама ты решаешь и это очень сложно потому что у людей разные представления о том как это должно быть что такое чисто что такое очень чисто что такое недостаточно чисто чем четче сформулирована задача тем проще всем и проще работодателю и проще работнику и я всегда говорю что правильно сформулированный вопрос он себе содержит 50 процентов ответа так и здесь правильно поставленные задачи они избавили бы меня от очень многих вещей которые мне пришлось самостоятельно познавать где это стоит как часто это нужно мыть как часто это нужно чистить каким чистящим средством нужно чистить бронзу как каким латунь каким дерево каким хрусталь каким условно говоря ковры то есть это очень очень важная вещь и чем более четкие вы получите инструкции тем проще вам будет работать и требуйте обязательно требуйте инструкции лучше в письменном виде и чтобы вы просто вот поэтому чек-листу с вами прошли тоже момент который был для меня очень стрессообразующим это огромное количество дорогих вещей дорогих хрупких вещей в доме за которыми нужно очень аккуратно ухаживать вручную и я хочу сказать что берешь вообще что-то в руки какую-то вазу какой-то бокал столько раз было такое что мне сердце просто уходила в пятки потому что я с пылесосом этого пылесоса шнур я значит там его потащила за собой а он задел столик а этот столик зашатался а на этом столике еще стоит ваза там какая-то условная династии мини как это ваза задрожала у меня сердце в пятки думаю господи я в жизни не расплачусь если образы расколочу вам тут эти вазы и то же самое хрустальные какие-то бокалы которые нужно было мыть или еще что-то такое или я брызнула не тем условно говоря там на бронзу на ней пятно осталось как его оттирала как я боялась чтобы я не испортила какие-то вещи здесь вы знаете вот я слышала о таком варианте его наверное нужно практиковать если вы будете в подобной ситуации поможет страховка наверное ее нужно оформить на тот случай если вы что-то разобьете или испортите в доме потому что повторяю вот все самым одним из самых сильных стрессообразующих факторов было первое что я значит вот что-то не то сделаю второе что я что-то разобью расколочу или испорчу и это меня очень сильно волновало очень сильно беспокоило и доставляло много неудобств но и вы меня можете спросить что если уж так все было замечательно чеш ты оттуда сбежала и почему до сих пор и значит ты почему всю эту историю рассказываешь прошедшем времени мне это тоже интересно мне интересно в этом разобраться и я для себя вывела три такие основные момента момент первый самый главный это здоровье я говорила уже мне 62 года естественно что мы все к этому возрасту приходим с определенным багажом заболеваний я всю жизнь работала в офисе и как говорится ничего тяжелее компьютерной мыши не поднимала я не горжусь этим но тем не менее это наложила свой отпечаток этот сидячий образ жизни и когда организму сказали особенно ногам что нужно 8 часов в день провести стоя то ноги взбунтовались особенно левая не хочет болит и говорит что я в таком режиме работать не согласна и к сожалению я вынуждена к не прислушиваться потому что она она решает это первое а второе а второй момент это вот тот пресловутый холодильник о котором я вам говорила в домике как вы помните возможности готовить не было и по условиям я должна питаться из хозяйского холодильника из хозяйской кухни поначалу мне это даже показалось привлекательным но потом оказалось что это очень серьезный минус несмотря на то что хозяева очень переживали несколько раз подчеркивали что пожалуйста бери все что есть требовали чтобы я готовила но первое они вегетарианцы и содержимое их холодильника но не совсем как бы понятно мне не совсем подходит для меня этот образ жизни который я веду и хотя и говорят бери готовь но вы понимаете да зачем я буду осквернять хозяйскую кухню там своим мясным или куриным бульоном хозяйские кастрюли не было неловко мне было вот стыдно и я предпочитала знаете пойти в магазин купить нарезку какую-то купить на маски какие-то и положить это все в холодильнике вот этим там питаться из банок но как вы понимаете что долго в таком режиме как бы человек в моем возрасте он существовать не может это второй момент так что конечно же возможность готовить для себя привычную пищу она многие бы вопросы решила и момент 3 это отдаленность отдаленности до ближайшего города 4 километра и это прекрасный район с необыкновенной природой сельский постарая такая знаете идея ты идешь гуляешь вдоль полей тут овечки коровки кого только нету ослики велосипедисты ездят специально для того чтобы насладиться красотой жители города приезжают для того чтобы погулять в окрестных лесах и до гулять это замечательно но суббота воскресенье мне нужно вырваться там на встречу с родными со знакомыми свои какие-то вопросы решать и я завишу полностью от хорошего отношения добрых людей потому что машина у меня нет права мне нет пожалуйста велосипед если бы я умела ездить он возможно решил часть проблем но мне очень стыдно в этом признаться я не умею ездить на велосипеде так получилось не научились детства и сейчас я сейчас у меня это не получается и я оказалась отрезанный и суббота воскресенье вот не нужно было встретиться с родными значит один час пешком до автобуса потом автобусом до ближайшего города оттуда от города на поезде и потом то же самое в обратном направлении световой день короткий и в общем это для меня оказалось таким значительным препятствием которое не позволяло мне себя чувствовать вот том месте где я была счастливой но как бы там ни было я очень благодарна судьбе за этот опыт я очень благодарна судьбе за этот урок это было настоящее знаете такое приключение которого раньше не было в моей жизни мы расстались очень хорошо с моими работодателями не пообещали мне при необходимости дать все необходимые рекомендации они были против как довольны моей работой я довольна тем что познакомилась с этими людьми а для тех у кого вдруг впереди маячет такая перспектива значит самые главные моменты хочу еще раз на них обратить внимание первое реально оцените объем работы реально оцените свои силы посоветуйте со специалистами потому что есть дома простые в обслуживании есть дома которые вот как мой они в обслуживании достаточно сложные второе не бойтесь разговаривать не стесняйтесь спрашивать переспрашивать если что-то непонятно лучше напишите на бумаге цифры непонятные вам или время или еще что-то или название каких-то продуктов или препаратов потому что вот эта попытка уйти от решения вопроса она ни к чему хорошему не приводит это неправильная политика и и не надо придерживаться ну и третье дерзайте дерзайте спасибо большое всем кто посмотрел это видео если вы отзоветесь комментарием или лайком а если подпишитесь на канал так я вообще буду очень счастлива вы мне очень сильно поможете а я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго берегите себя берегите тех кого любите удачи вам и до новых встреч балясины про балясины я сказала сказал да да про балясины сказал